Беседа о кладбище и о кресте. Часто я размышляю сам себе, для чего отцы наши, обойдя молитвенные домы, находящиеся в городах, установили, чтобы сегодня собирались вне города и здесь совершали богослужения. Не напрасно же и не без причины, кажется мне, они сделали это. Я доискился причины и по благодати Божией нашел причину справедливую, основательную и приличную настоящему празднику. Какая же это причина? Мы совершаем воспоминания о кресте, а распятый на кресте был распят вне города. Вот почему выводят нас за город. За пастором, говорится в Писании, следует овцы, где царь, там воины, и где труп, там орлы. Поэтому-то вне города мы собираемся, но лучше наперед докажем и из божественных писаний, что именно поэтому. Дабы вы не подумали, что это наша догадка, я приведу вам свидетелей Павла. Что говорит он о жертвах? Кровь животных, которая вносится, восхитая за грехи первосвященникам, тела же сжигаются вне стана. Евреям 13.11. Посему Иисус, дабы осветить своей кровью народ, пострадал вне врат. Вынем же к нему вне стана, перенося его уничижение. Это сказал, повелел Павел. Мы послушались и вышли. Итак, вне города мы собираемся по этому. Но для чего именно в этом храме мучеников, а не в другом каком-либо? По благодати Божией наш город со всех сторон ограждается останками святых. Почему же именно здесь, а не в другом храме мучеников, отцы повелели нам собираться? Потому что здесь покоится множество умерших. Так как сегодня Иисус не шел к умершим, то мы и собираемся здесь. Поэтому и самое место названо усыпальницею. Допытый знал, что скончавшиеся и лежащие здесь не умерли, но покоятся и спят. Прежде пришествия Христова смерть называлась смертью. В день, в который вкусишь от древа, сказано, смертью умрешь. Еще, душа согрешающаяся умрет. И Давид говорит, смерть грешников люта. Еще, честна пред Господом смерть преподобных его. Так же Иов говорит, смерть мужу является покоем. И не только смертью она называлась, но и адом. Послушай Давида, который говорит, Бог избавит душу мою от руки ада, когда примет меня. И Яков, печалью свете старость мою в ад. Такие названия имела наша кончина прежде. Но когда пришел Христос и умер за жизнь мира, то смерть уже не называется смертью, а сном и успением. А что она действительно называется успением? Видно из того, что Христос сказал, Лазарь, друг наш, уснул. Не сказал умер, хотя тот уже был умершим. И дабы тебе знать, что это название смерти успением не было обычным. Посмотри, как ученики, услышав это, смущаются и говорят, Господь, если уснул, то выздоровеет. Так они еще не знали, что значили эти слова. Так же Павел говорит к некоторым, усопшие погибли? Разве? И еще в другом месте Он говорит об умерших. Мы, живущие, не предупредим усопших. Еще в ином месте, встань спящий. И дабы показать, что Он говорит это о мертвом, прибавляет и воскресни из мертвых. Видишь, как везде смерть называется сном. Посему это место названо усыпальницей. Так как и самое это название полезно для нас и исполнено великого любомудрия. Итак, когда ты провожаешь сюда мертвого, не сокрушайся, потому что провожаешь его не к смерти, а ко сну. Этого названия достаточно тебе для утешения в несчастье. Знай же, куда провожаешь его? В усыпальницу. И когда провожаешь после смерти Христа, когда усы смерти уже расторгнуты. Таким образом, и от места, и от времени вы можете получить великое утешение. В особенности же слова наши относятся к женщинам, так как этот пол преимущественно чувствителен и склонен к унынию. У тебя есть достаточное врачество против уныния, название и место. Поэтому мы и собираемся здесь. 433. Сегодня Господь наш обошел все места ада. Сегодня Он сокрушил врата медные и запоры железные сломил. Заметь, точность выражения не сказал отверст медной двери, но сокрушил врата медные, чтобы темница сделалась негодною, и не снял вереи, но сломил их, чтобы стража сделалась бессильною. Где нет ни двери, ни засова, там не удержать никого, хотя бы кто и вошел. И так, когда Христос сокрушил, кто другой в состоянии будет исправить? Что Бог разрушит, то кто потом восстановит? Цари, когда намереваются освободить узников, то, посылая предписание, не так поступает, но оставляет и двери, и стражей темницы, и тем показывает, что необходимо опять войти туда, или тем же, который освобождается, или другим вместо них. А Христос поступил не так. Желая показать, что смерти пришел конец, он сокрушил ее врата медные. Медными назвал их пророк не потому, чтобы эти врата были из меди, но чтобы показать жестокость и неумолимость смерти. А дабы тебе убедиться, что медь и железо означают здесь только суровость и непреклонность, послушай, что говорит он одному бесстыдному. В шее твоей жилы железные и лоб твой медный. Он сказал это не потому, чтобы тот имел железную жилу или медное пчело, но потому, что он имел вид упорный, бесстыдный и ожесточенный. Хочешь ли знать, как смерть была упорно неумолимой и тверда, точно алмаз? В течение столь долгого времени никто не склонил ее отпустить никого из находящихся в ее власти, пока владыка ангела, внесшедший, не принудил ее к тому. Сначала он связал сильного, а потом расхитил сосуды его. Потому пророк и прибавляет. Сокровища в темноте невидимые, хотя эти выражения одинаковы на смысл их двояки, потому что есть места темные, но такие, которые часто могут быть видимыми, как скоро внесен будет светильник и свет. А это место ада было самое мрачное и безотрадное. Исайя 45.3 И никогда не причастна была природе света. Посему он и назвал их темными невидимыми. И подлинно они были темными, пока не сошло туда солнце правды. Не осветило и не сделало адой небом. Потому что где Христос, там и небо. Он называет ад сокровищами темными. И это справедливо. Там хранилось великое богатство. Все естество человеческое, составляющее богатство Божие, было ограблено обольстившим первого человека дьяволом и предано в узы смерти. А что все естество человеческое было богатством для Бога, это выражает Павел, когда говорит «Бог всех, богатый во всех призывающих его». Как иной царь, поймав предводителя разбойников, нападавшего на города, грабившего везде и скрывавшегося в пещере, и спрятавшего там богатство, связывает этого разбойника и предает его казни, а сокровища его переносит в царское казнокранилище, так сделал и Христос, начальника разбойников и темничного стража дьявола и смерть. Он связал с своей смертью. А все богатство, то есть род человеческий, перенес в царское хранилище. Это и Павел выражает, когда говорит «Избавившего нас от власти тьмы и ветшего царства возлюбленного сына своего» Холоссяна в 1.13. И удивительно то, что сам царь явился. Между тем, никакой царь никогда не удостоил бы сделать этого, но обыкновенно не освобождает узников через своих слуг. А здесь не так. Но сам царь пришел к узникам и не постыдился и узников, потому что он не станет стыдиться того, кого создал. Сокрушил врата, сломил Верея и явился в ад. Бессильный сделал всякую охрану его и, взяв связанным темничного стража, таким образом возвратился к нам. Мучитель приведен к пленным, сильный связан. Сама смерть, бросив оружие обнаженной, прибегла к ногам царя. Видишь ли дивную победу? Видишь ли действие креста? Сказать ли тебе нечто другое, более удивительное? Узнай способ победы, и тогда ты изумишься еще более. Чем победил дьявол, тем же преодолел его Христос, взяв его же орудие. Он ими победил его. А как, послушай. Дева, древо и смерть были знаками нашего поражения. Девою была Ева, так как тогда она еще не познала мужа. Древом было древо рая, смертью было наказание Адама. Но вот опять, дева, древо и смерть. Эти знаки поражения сделали знаками победы. Вместо Евы Мария, вместо древа познания добра и зла, древа креста. Вместо смерти Адамовой, смерть Христова. Видишь ли, что чем победил дьявол, тем и сам побеждается. Через древо поразил дьявол Адама. Через крест преодолел дьявола Христос. То древо не зергло в ад, это же древо и отошедших извлекло оттуда. И опять, то древо укрыло пленника обнаженного, это же древо с высоты открыло всем победителя обнаженного. Та же и смерть. На ту смерть осуждались те, кто будут жить после нее. Эта же смерть воскресила и тех, кто жил прежде нее. Кто выразит могущество Господа, возвестит все хвалы Его. Солом 105.2 Через смерть мы сделались бессмертными. Таковы действия креста. Узнал ли ты победу? Узнал ли способ победы? Узнай же. Как легко для нас совершилось это дело. Мы не обогряли оружие кровью, не стояли в строю, не получали ран и не видели сражения. А победу получили. Подвиг владыки, а венец наш. Итак, если эта победа стала и нашою, то все мы, подобно воинам, воскликнем ныне победную песнь, скажем, воспевая владыку. Смерть побеждена победой. Смерть где твоя победа? Смерть где твоя жала? Ад где твоя победа? Вот что совершил для нас крест. Крест, трофей против бесов, оружие против греха, меч, которым Христос пронзил змея. Крест, изволение Отца, слава Единородного, веселье Духа, украшение Ангела в утверждение Церкви, похвала Павла, твердыня святых, свет всей Вселенной. Как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, зажегший светильник, и поставив его на возвышение, прогоняет тьму. Так и Христос во Вселенной, объятый мраком, водрузил крест, как бы некоторый светильник, и, подняв его высоко, рассеял весь мрак на земле. И как светильник содержит свет вверху, на своей вершине, так и крест вверху, на своей вершине, имел сияющее солнце правды. Увидев его пригвожденным, мир вострепетал. Земля заколебалась, камни распались. Но хотя и камни распались, бесчувственность иудеев не распалась. Завеса разодралась, но не разодралось их нечестивое единомыслие. Почему разодралась завеса? Потому что храм не мог видеть владыку распинаемым. Тем, что произошло с его завесой, он как бы поощряя говорил, пусть теперь всякий желающий попирает святое святых. Какая мне польза в нем, когда в ней его принесена такая жертва? Какая мне польза в завете? Какая мне польза в законе? Напрасно и тщетно учил я их столь долгое время. Тоже выразил и пророк, взывая, зачем метутся народы и племена замышляют тщетные? Они слышали, как овса введен был на заколание и как агнец пристригущим его безгласен. И изучая столь долгое время это пророчество, не уверовали, когда событие совершилось. Видишь ли, как они получались в щите? Для того произошло раздрание в храме, чтобы предуказать запустение, имеющее после этого быть в нем постоянно. 435. Так как и мы в нынешний вечер увидим пригвожденного на кресте как агнца, закланного и принесенного в жертву, то приступим, увещевая вас со страхом, с великим почтением и благоговением. Разве вы не знаете, как стояли ангелы при гробе, не имевшем тела его, при гробе пустом? Так как он всецело воспринял в себя тело владычнее, то они воздают великую честь и самому месту. Ангелы, превосходящие наше естество, с таким почтением и благоговением стояли при гробе, а мы, намереваясь приступить не к гробу пустому, но к самой трапезе, содержащей агнца, приступим шумом и смятением? Какое же будет нам после того извинение? Не напрасно я говорю это, но потому что вижу, как многие в этот вечер шумят, кричат, теснят друг друга, толкают, бронят и скорее уготавляют себе наказание, чем спасение. Поэтому я и обращаю к ним это увещание. Что делаешь ты, человек? Когда стоит перед трапезой священник, воздевая руки к небу, призывая Духа Святого, чтобы он сошел и коснулся предлежащего, то бывает великая тишина, великая безмолвие. Когда же Дух даровал благодать, когда он сошел, когда он коснулся предлежащих даров, когда ты видишь агнца, уже закланного и изготовленного, тогда начинает шум, тогда смятение, тогда спор, тогда брань. Как же ты можешь причастись этой жертве, приступая к трапезе с таким смятением? Недовольны для нас того, что мы приступаем с грехами, но и во время самого преступления мы не хотим воздержаться от прегрешений. В самом деле, когда мы спорим, когда шумим, когда угрызаем друг друга, то как будем без греха? К чему спешишь ты, скажи мне? Для чего теснишься в виде закланного агнца? Если бы даже во всю ночь пришлось взирать на эту жертву, то неужели, скажи мне, такое зрелище могло бы произвесть пресыщение? Целый день ты ждал, провел большую часть ночи, и такой подвиг ты теряешь и губишь в краткое мгновение времени. Помыслишь, что такое предлежит? И по какой причине агнец заклан для тебя? А ты с пренебрежением взираешь на него закланного? Где сказано труп, там соберутся и орлы. А мы приступаем не как орлы, но как псы. Таково наше бесстыдство. Помыслишь, что было некогда пролито? Это кровь, кровь, которая изгладила рукописание грехов, кровь, которая очистила твою душу, которая омыла твои нечистоты, которая восторжествовала над началами и властями. Колоссянам 2.15 Отняв силу начальстве властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Этот трофей, говорит он, имеет в себе много знаков победы. На вершине креста высоко повешена добыча. Как мужественный царь, победой окончив труднейшую войну, выставляет на высоком трофее лад и щит, и оружие властителей, побежденных его воинов. Так и Христос, победой окончив войну против дьявола, повесил на вершине креста, как бы на каком-нибудь трофее, все его оружие, смерть, клятву, чтобы все видели этот трофей. И силы вышние, которые на небесах, и люди, живущие внизу на земле, и сами побежденные злые бесы. Итак, если мы получили столь великий дар, то покажем себя по силам своим достойными, дарованных нам благ, чтобы сподобиться и Царству Небесного, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, честь держава во веки веков. Аминь.